Сегодня в кадре Анастасия Азарова, эксперт по личному бренду, автор проекта «Лица» об активных людях Дальнего Востока, в том числе «Благовещенцах». Анастасия родилась и выросла в Амурской столице, получила диплом бухгалтера в Дальневосточном аграрном университете, но стала известна как организатор светских мероприятий, редактор «Глянцевого журнала», основатель школы для девочек и других проектов. Сейчас Анастасия Азарова проводит нетворкинг-встречи по всему Дальнему Востоку, своими сильными качествами считает доброту, открытость и честность. Анастасия Азарова, эксперт по всему Дальнему Востоку, своими сильными качествами «Белый» Анастасия Азарова, эксперт по всему Дальнему Востоку. Анастасия Азарова, эксперт по всему Дальнему Востоку. Я умею делиться с людьми по пути. Я чувствую, когда, как, что человеку донести и что именно нужно ему донести в этот момент. Моя сверхспособность — видеть возможности там, где их не видят. легко расстаетесь людьми да вот подумает вот это сухари да вот какая она жесткая но когда я понимаю что но мы встретились для определенных задач если у нас они еще есть взаимные то мы еще раз встретимся то как бы ну тогда где-то там еще будет для чего-то нужно соприкоснуться когда мы не привязываемся к вещам и к людям каким-то событиям и каким-то своим ожиданиям тогда счастья больше в каждом дне мы очень часто живем в каких-то своих таких ловушках ментальных обманываемся мне казалось я такая супер развиваюсь я проработала эту честность собой тотальную просто и отношения с мамой с папой энергетические какие должны быть и и подмена ролей просыпаюсь смыслю так как мама как и сегодня могу проявиться да вот у меня дети уехали летом они живут в городе они уехали одна сейчас в анапе другая в канаде как мама моя задача проявить интерес просить девчонки как дела и сказать я вас люблю вот вот эта задача как мамы раньше было такое что могла очень пишите да вот это вот такое это эта позиция ребенка то есть я как ребенок по отношению к своим детям это дети конечно не пишут я также делаю к своей бабушке на мне за это почему не звонишь блин да я же тут не успеваю вот не благовещенский было когда начала делать книгу думаете все так сразу привет настя да конечно мы тебя ждали ага с новый проект мы людям же сложно что-то новое принять я пришла так а вот и причем еще показать то нечего было все было в моей голове и я говорю вот она будет вот такая вот такая вот такая цель вот такая ну что-то на пальцах объясняла на меня смотрели и у меня прям один знакомый год на еще вечно что-то выдумываешь я хочу стать номер один на дальнем востоке по личному бренду что я хочу помогать людям становиться яркими проявленными рассказывать о своих услугах помогать через них с людям другим на дальнем востоке вот такая моя миссия и проект допустим лица это уже как инструмент через который я это делаю вот так как наставник есть обучение из консультации я людей веду я хочу чтобы люди потому что в регионе есть такая история что не 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 буду показываться даже что в книгу да это же это вот уже не скромно это все пережитки прошлого и сейчас люди покупают у людей люди доверяют людям люди слушают людей прям почувствовать себя полным никем это супер я люблю это состояние потом ты такой пересобираешься и вот что сейчас сейчас я в таком кайфе честно вот и все равно 40 40 какие и и наоборот знаете вот когда мне был день рождения мы в этот вечер очень долго разговаривали с друзьями и такой фразой было вкусный весь вечер как хорошо быть взрослым я вышла на сцену и спела песню 40 лет ну или там сколько да вот я жила и я никогда не пела нигде не при ком не в караоке не на сцене это был самый большой страх жизни я не пела 40 лет и теперь у меня есть своя песня я хотела слиться я чуть за кулисами не упала в обморок мне там дули в глаза дыши-дыши вода и когда я рассказываю людям что я это сделать ой ну чё ты же постоянно на сцене да я буду петь я буду заниматься я буду возможно свои песни открывать свои мероприятия